Привет, малышки! Вы на канале Кьютон Чанел. Сегодня у нас пустые баночки. Накопила я этих баночек, девочки, очень много тоже, как и покупок косметики, поэтому, пожалуйста, стерпите, посмотрите это видео, там будет тоже очень много всего интересного и необычного. Первая пустая баночка это пена для ванны. Я вообще таким не очень увлекаюсь, но почему-то недавно мне захотелось купить пену, и я купила банановую. Блин, она такая ядовитая оказалась, я ее еле использовала. Пришлось уже до конца ее хорошенечко так удавливать в ванну. Пенилась хорошо, но запах просто убийственный. Больше не куплю, не хочу, не советую. Ужасная, ужасная мицеллярная вода от фильма Лирен. Я просто спалила этой мицеллярной водой всю кожу вокруг глаз. Она просто катастрофическая. Никому не советую, особенно девочкам с чувствительной кожей. Она стоит дешево, но ужасно работает, и плюс делает раздражение. Не куплю и вам не советую. Абсолютно бесполезный тоник для лица от фирмы Vitex. Не понимаю я смысла этого тоника. В принципе, тоника. Ну, попользовалась, да и все. Стоил он относительно недорого, но толку я никакого не увидела. Хотите попробуйте, но смысла от него ноль. Когда покупала этот бальзам для волос, я думала, что он будет клёвый. Но на практике он оказался никудышным. Единственное, что у него хорошее, это аромат кокоса. Волосы он плохо увлажнял, они плохо расчесывались. Какая-то неудачная покупка, несмотря на то, что Литраж был хороший. Если вы таким пользовались, напишите, как вы пользуетесь. Может, я как-то неправильно это делаю, но мне он не понравился. Мои любимые гели для тела фирмы Evroche. Это был с манго. Не помню, какой он был по запаху, по аромату. Но мы лица, они хорошая кожа, после них пахнет классно. Какой-то из них, по-моему, персик не очень пахнет на коже. Но они жутко экономные. Просто бешеные экономные. Если вы хотите такие гели, покупайте. У них очень красивая баночка. Советую. И у меня такие тоже есть. Я ими очень активно пользуюсь. Абсолютно офигенный бальзам для волос. Он очень экономный, очень пахучий, очень бюджетный. Несмотря на свой Литраж, но я уже изрядно от него устала. Но когда мне остальные надоедат, я возвращаюсь опять к нему, и он хорошо работает. Ну, а вот эти средства по уходу за волосами, это у меня, кстати, шампунь от фирмы Калос Омега, очень подиспортилась. Я помню, когда только начинала ими пользоваться, это года 4-5 назад, они были обалденнейшими. Сейчас же это просто какая-то разбавленная жижа, которую нифигашечки не делают. Очень разочарована, да, еще в том, что это как бы литр, и литр шампуня нужно использовать с удовольствием, а не ждать, пока он закончится. Больше не беру, ну, пока не советую. Если вы хотите попробовать, то берите с проверенных сайтов, с оригинальных сайтов, потому что мне кажется, что у нас старый шпарик просто подделки. А это был просто бомбический гель для душа, фирма Фа, Амазония. Вам не передать, как будто я попала на Мальдивы, у себя в ванной. Я никогда не была на Мальдивах, но я думаю, там так пахнет. Он был достаточно бюджетный, буду искать еще такой же. Очень классный, ароматный, и пользоваться им это просто какое-то сплошное удовольствие. А вот эта умывалка от фирмы Эйван, это, кстати, мицелайтный гель для умывания, я его не поняла. Он не пенился, никак не пахнет, да и макияж особо не смывал. Нафиг, ну, непонятно. Если вы не пользуетесь косметикой, у вас чувствительная кожа, я думаю, вам он подойдет. Для моей комбинированной кожи после косметики он не подходит, к сожалению. Ну, а это, девочки, на данный момент мой самый любимый сухой шампунь. Я в этом убедилась на своем опыте. У меня уже было несколько баночек, и вот это самый лучший. Он не из бюджетных, он не дешевый, как я считаю, для своей линейки, но он того стоит. Это самый рабочий, наверное, сухой шампунь из тех, что представлены у нас в масс-маркете. Я очень советую, Батист, классная фирма и хороший запах. Недавно был моим любимым вот такой антиперспирант от Гарнир, именно с вот таким шариком, вот такой. Но я перешла на спреи. Не знаю почему, но эти тоже классные были. Вот серьезно не помню, почему перешла на спреи. Тем не менее, классные и летом, возможно, вернусь еще. Классные, советую. А вот эта малышка, что это у нас масло для губ, что за фирма? Люкс Визаж. Я сначала материлась на нее, я сначала не поняла ее, но когда ввели масочный режим, как видите, она пустая. Увлажнять классно, хорошо ухаживать за губами, под маску хорошо. И в принципе, когда на лице есть утренний макияж, то вот это масло, оно хорошо губы освежает и делает красивый плеск, как будто у вас 3D объем губ. Понравился, но повторять не буду, потому что у меня просто куча этих уходовых средств, буду добавлять их. Уже использованный контуринг от Lamelle. Второе, я так и не поняла, зачем это надо, я даже не дотрагивалась, оно не работало. А вот сам контуринг я использовала до конца. Понравился. Это, кстати, у меня вторая баночка. Сейчас пользуюсь другим. Очень советую, если нравится бюджетное средство по контурингу лица. Очень большие надежды были у меня на вот эту подводку Luxe Visage. Она подводка Fla Master коричневого цвета. Классно то, что коричневый, потому что черный он более жесткий на лице, а коричневый он более ежедневно выглядит. Но как-то она быстро сдохла. Вроде фирма не самая паршивая, и хранила я правильно, а сдохла она быстро. Вот это я не поняла. За счет этого я делаю вывод, что подводка не самая лучшая, но черная их подводка мне очень понравилась. А вот эта подводка, это просто катастрофа. Фирма Patrice Lido, у нее, во-первых, неудобная вообще кисточка. Фломастер очень плотный, толстый, и неудобно рисовать стрелки. Смыть эту подводку, это просто нереальная задача. Ничем она не смывается, кроме масла. На масляной основе средства. Больше не хочу покупать ее. Она не то, что не водостойкая, она просто размазывается по лицу, по глазам, и фиг его сотрешь. С чего она сделана, не знаю, но явно ни из чего-то полезного, ни нет. Мой любимый шейконсилер от Maybelline Superstay. Второй уже купила, пользуюсь. Очень экономный, хорошо ложится, плотненький, на каждый день самотон. Дороговат, но когда вот этот тюбик я использовала почти 3 месяца, девочки, при ежененном использовании, я поняла, что оно того стоит. Закончилась офигенская тушь от фирмы Luxe Visage. Просто от них балдею. От их изогнутых щеточек, от того, как она разделяет реснички, супер. Чего я не могу сказать о второй туши от этой фирмы. Smoky Eyes называется. Как-то эта тушь мне не зашла. У нее какая-то лысенькая кисточка, вообще без ворсинок. И толку я с нее не поняла. Быстро зашло, быстро использовалась как-то она. Написано, что это эффект накладных ресниц. Нифига, ебочки, это не эффект накладных ресниц. Белая работает лучше, чем вот эта. И последняя тушь от фирмы Avon. Давно у меня не было туши от фирмы Avon. Вот такая желтая. Color True называется. Что там у нас с щеточкой? Ух, нифига себе, огромная какая. По-моему, ресницы она делала классно, она очень быстро засохла. Вот это я не понимаю в таких тушек отложенных. Как-то так. Ну, как-то так. В общем, больше я ее не покупаю и покупать не буду. Мне нравится тушь от люк слеза. И последнее, что я забыла вам показать, это тональный крем. Мой любимый, которым я сейчас пользуюсь, пользуюсь уже давно. Это Maybelline. Что это? Супер стей, по-моему, New York. Да, матовый, матерующий тональный крем. Офигенный, что могу сказать. Те, кто им пользовался, знают, что он плотный, что он такой прям перекрывает. Все, что можно перекрыть, все, что нельзя перекрыть. Сейчас он у меня, кстати, на лице, у меня куча прыщей, я еще их выдавила. Но он все перекрыл, все скрыл. Стойкий. После тренировки остается на лице. Я ее обожаю. Стоит своих денег до копеечки. А если попасть на акцию, то сэкономите много денег. Это все на сегодня. Пишите, что вы из этого использовали, что вы бы посоветовали на замену. А мы с вами увидимся в следующем видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok